Сегодня в эфире. Регулярный профилактический прием аспирина при наличии хотя бы одного фактора риска сердечной недостаточности повышает вероятность ее развития на 26%. К факторам риска относятся курение, ожирение, гипертония, повышенный холестерин, диабет и какое-либо сердечно-сосудистое заболевание. Такие результаты были получены международной группой ученых, статья которых опубликована в журнале ESC Heart Failure. Исследователи проанализировали данные о почти 31 тысяче мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 67 лет. У всех участников присутствовал по крайней мере один из перечисленных выше факторов риска сердечной недостаточности, но на старте исследования нарушения работы сердца у них не наблюдалось. 25% участников регулярно принимали аспирин в качестве средства профилактики образования тромбов и закупорки артерий. Информация об участниках собиралась на протяжении в среднем 5 с небольшим лет. За это время 1330 человек было госпитализировано в связи с развитием сердечной недостаточности. При оценке взаимосвязей между аспирином и риском нарушения работы сердца ученые приняли во внимание множество факторов, включая пол, возраст, индекс массы тела, употребление алкоголя, курение, уровень холестерина и артериального давления, прием различных лекарств, общее состояние здоровья и т.д. В итоге оказалось, что, вне зависимости от этих факторов, у людей, которые регулярно принимали аспирин, риск развития сердечной недостаточности на 26% выше, чем у тех, кто лекарства не принимал. Исследователи затем несколько раз перепроверили результат, меняя методы анализа, но итоги всегда получались примерно одинаковыми. Авторы публикации отмечают, что для подтверждения этих выводов необходимо проведение масштабных клинических исследований, а до тех пор стоит иметь в виду, что тем, у кого есть хотя бы один фактор риска сердечной недостаточности, необходимо относиться к приему аспирина с осторожностью. Читайте также, россиянам объяснили причины частых головных болей смотрите наше видео. Будь здоров и подписывайся на наш канал.